Какая у него была ошибка? А у него не ошибка. Он просто заказал решетку в два раза более мелкую, чем... Ну, в общем, я понял, что нужна картинка 6х6. И сейчас будет все понятно. Смотрите, те самые середины, так? Конечно. Как устроена картинка в них? Такие четыре отрезка. Такие четыре отрезка. И в каждой точке так нарисовать. Давайте сделаем. В каждой точке так нарисовать. Часто бывает. Когда решаешь задачу, решил и потом понимаешь, что на самом деле можно было легче, можно было проще. Это нормально. Так, сделаем. Заметьте, возникли четыре рома. Да. Неизвестно. Теперь, у каждого квадрата сейчас нарисованы две стороны. Да. Надо просто дорисовать. Да. Как дорисовывать? Вот есть эти два отрезка. Это две стороны какого-то квадрата. Как дорисовывать? Ну, понятно. Видно? Да. И так везде. Каждая из четырех вершин сходится по два квадратика. Дважды восемь. Это вершина четырехмерного куба. Можно выделить один куб, а можно выделить второй куб. Ну, выделяй один. Кубом является вот эта вершина, эта вершина. И еще за двигом на вот такой вектор. Вот. И вот эти восемь вершин, вершины куба. И вот это один квадрат, а второй квадрат. Стоп. Ребята, это дело в том, что следующая задача будет как раз про это. Поэтому давайте разберемся, почему же это действительно четырехмерный куб. Если мы смотрим на вот эти вот четыре точки. Вы согласны, что соединены они так же, как в предлограмме, да? Поэтому можно себе представить, что это такой косо расположенный квадрат, да? Отлично. А теперь берем вот этот вот его и сдвигаем вверх на две клетки, сюда на одну. Вверх на две клетки, сюда на одну. Понимаете, да? Вот отсюда. И получаем вот эти четыре вершины. И поэтому действительно, если смотреть только вот на эти восемь выделенных точек, то это будет что? Они соединены, как в кубе. Они соединены так же, как в кубе. Когда вы рисуете кубик, вообще-то обычно вы же так его рисуете. Вы рисуете верхнюю грань, потом спускаете на одну и ту же величину все. Вспоминаете? Что? Стоп. Я же не говорю, что я ровно все располагаю. Дело в том, что если посмотреть на кубик под каким-нибудь углом, то вполне себе ровно исказятся. Согласны? Да. Вот. Нет, нет. Я не говорю, что длинные в точности такие, как нам. Вообще, если смотреть на кубик, то вас не будет, вот, когда вы на него именно смотрите, параллельности, у вас все-таки он будет совсем кривой. Конечно. То есть, точно-точно нарисовать. Конечно. Но мы рисуем для понятности параллельных. Да. А вот теперь главное. А давайте мысленно поставим только уже не нолики, а звездочки в остальных вершинах. Понятно, о чем я говорю? Да. Сколько будет этих самых остальных? Восемь. Абсолютно верно. Внимательно посмотрите на те вершины, где нет ноликов, и вы обнаружите замечательную вещь, что вот при ком сдвиге, если сдвигаться на две клетки вправо и на одну вверх, получится, что из кружочка получается звезд. Видите? Из кружочка получается вот эта вот звездочка. Из кружочка – звездочка, из кружочка – звездочка. Из кружочка – звездочка. И таким образом картинка, которая здесь нарисована, действительно может быть описана как четырехмерный круг. Все понятно? Н Karena. Звездочка. Продолжение следует...